Короче, доехал я до Аральска. Объездная. Орал, холоса. Пару километров. Заправка. Сейчас буду обедать. Вчера тетка в отрав положила мне рыбу. Взял сок. Сейчас поем и цепь помою, наверное. Вот она у меня уже молит очистки, мойки. Все в остальном нормально. Включил шестую и огонь. 120, 125 держу. Трасса отличная. До Казаларды осталось чуть меньше 500 километров. До темнота. Спеши. Ветер. Все летает здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ну чё друзья только что приехал в казоварду мимо 10 назад сейчас нашел место где поесть время 8 еду по навигатору кафешка зеранда называется через google нашел устал я второй день подряд свыше 800 километров выматывает мягко говоря в этом городе впервые сожалею не смогу его детально изучить погулять оставлю это как-нибудь на потом так как в этот раз у меня не было цели путешествовать по казахстану поэтому транзитом так только что был очень опасный момент я с междугородней трассы заезжал на развязку на эстакаду на скорости такой на радость их уже типа приехал а там такой вот поворот был заезжая на развязку я решил его положить чуть больше чем обычно это делаю блин забыл про то что боковина задние резины в масле потому что движок кидает черт возьми блин вы бы это видели зад у меня поплыл охренеть я ногу левую почему-то машинально выкидываю на землю хотя моя нога бы не спасла бы ни кира ситуацию я бы только ее там бы похоронил бы в общем не знаю то ли я его выровнял то ли а б с трекшн включился непонятно что там было ну ситуацию удалось спасти но было очкова короче надо не забывать об этом вот мыть это масло в боковину бессмысленно потому что снова накидает а то я уже думал взять карп клевер какой-нибудь обезжирить боковушку резины ну как я уже сказал это бесполезно неплохо так казаварде как-нибудь я сюда еще вернусь страшно хочу есть на чем кем-то четыреста девяносто километров я смотрел щиток вы считаете 500 километров это не 800 однозначно поэтому завтра без спешки выдвинусь красивый закат ты заларде нет такого звали нет понятия кафе слова такого кажется нет здесь только ресторан это обычное кафе все елку вода какой-то что и там дрожного чизкейк видите какой комплект здесь дворец первый этаж второй этаж можно счет счет можно да сейчас попросил счет мотоциклисты местные узнали о том что я здесь сейчас кинули метку поеду в этот хостел а то я думал уже этот в палатке ночевать короче не остался на улице а так да вкусно поел я даже переел кажется всем привет друзья какой у нас сегодня число 17 18 августа предпоследний день моего трипа так время где-то 830 я в казаларде хостеле за 3000 снял койку сейчас собираюсь дорогу позавтракать надо вы уже поняли да завтрак это святое завтрак должен давать кажется 50 процентов или 40 процентов дневного колоража это я прочитал в одной умной книжке по правильное питание обед оставшиеся 30 процентов и ужин 20 процентов суточных калорий поэтому на ужин на беда цене вот везде где был завтраки везде очень скудные в италии так это вообще кофе эспрессо и круассан какой там колораж надо есть как немцы у них завтрак плотные англичане в общем ребята стою на выезде из казаларды на шимкент только что позавтракал вот и встретился с танником казалардинцы вот движение местное очень большое мощное очень щедро и вообще прям недавно не заплатить ни за что это вам не алматушечка понятно так что очень душевные добрые люди прекрасный город обязательно сюда заезжайте навещайте местных братьев чтоб им было не скучно но не злоупотребляйте не забывайте что в гостях сам малик ездит на ямахи вся на стиле стоки сейчас я заправился немного освежусь дорогу время уже 10 30 ехать где-то чуть меньше 500 километров я думаю до вечера спокойно не спеша доеду ну чё друзья туркистан давно хотел сюда съездить думал полететь куда-нибудь отсюда здесь же хаб одного из лоукостеров казахстанских думал пролететь сюда на день-два пораньше погулять посмотреть строящийся модернизирующийся туркистан как говорят южане туркистан уже не тот видите чудес сплошная стройках объезда руки объедем зачем тем до осталось два часа ехать время 2 я думаю что здесь поем посмотрю на караван сарай которые здесь построили я не понял еще проезда нет столь знак поставили бы что здесь тупик и оперный баба и нах и как там объезд куда ехать нахер не указали и у моих что же вот и пообеду фото нет потому что я был очень голодный здесь недавно был рис кусочек тортика туркистан время почти четыре часа сейчас выезжаю в шим два часа ехать спасибо парням из кузборды владимир бизон вчера меня разместил хостел сегодня али акпар алик тоже мы с ним вместе позавтракали заправил отправил прям вообще не знаю очень познакомились поговорили о большой дороге о мото движениями в регионе рассказал его истории с дороги хорошо короче классно приятно знать что даже в мелких городах казахстана люди катаются на мото и катаются дружно супер очень жарко 34 градуса но запах североскоршенной травы облегчает как-то эту участь красиво я здесь был ребенком в девяносто четвертом году наверно мне было 12 лет все было конечно не так красиво здесь пустырь был хаос был парковка была одна большая а сейчас здесь вечером я думаю после восьми час здесь такие гуляния движение молодежь ловит старики с внуками гуляют очень много вокруг вот визит центр стоит очень много вокруг культурных объектов рестораны террасы библиотеки выставочные залы прям видно как люди едут и едут вот это мини паломничество у меня тетка сатрал ездила в такое мини паломничество по святым местам южного Казахстана и вот они заезжают сюда плюс мавзолеи Арстан-2 Пайша-Биби вот к мавзолею я не пойду я там был Ходжи Ахмеда Иссави внутри там стоит Тайхазан несколько других артефактов там сбоку в Медресе все это древнее где он преподавал обучал вдохновлял молодежи вот он город на шоковом пути в Туркистан и что с ним становится после того как его объявили культурная станица Казахстана культурная станица Казахстана исторический культурный я весь в экипе здесь я транзитом ночевать не буду поэтому соответственно вещи бросить мне негде еду дальше на шин а то уже время не хотелось бы ехать уже при закате как вчера ну что ребят я же вам сказал только что я заехал в Туркистан собираюсь вот уже отчаливать и тут к байку подошли прекрасные чинкенцы диктер видите привет всем из Казахстана из солнечного Туркистана красивый город короче не один-один агматинец приезжает сюда любоваться но даже рядом живущие шинкенцы приезжают чтобы увидеть красоты родного края вот так так что путешествуйте и не забывайте свои корни дурску ну вы наверное и сами знаете что Туркистан застраивается переживает трансформационные времена революционные времена даже можно сказать сейчас я выезжаю из-за центра только что прогулялся встретил ребят пообщались за жизнь жарко время уже 4 надо ехать приеду будет 6.30 наверное что-то у меня зарядка от прикуривателя работает через раз или прикуриватель засорился или шнур дерьмовый у меня непонятно как до этого он работал в общем все сделано под старину естественно это все современное если не прикапываться не придираться к мелочам то довольно красиво мило уютно поэтому посетить стоит хотя бы для того чтобы поддержать этот город вау вы посмотрите на вот эти все новые строящиеся многоэтажки жилые именно короче администрация города планирует демографический демографический взрыв в Туркестане дай бог с левой стороны видим как строится новая мечеть с правой стороны какой-то городской дендропарк видимо да все такое молодое новое краска еще не высохшая знаете на объектах вот она здесь мозаику кладут шикарно самые лучшие видимо здесь турецкие строительные компании задействованы но любой город это люди надеюсь что с этим здесь проблем не будет идеально ровные дороги прям поразительно как за небольшое время этот город преобразился что называется на глазах где я в Астане или где супер и вот наверное часть да вот строят видите только чистовая отделка я уверен что 60% этих домов они будут пустовать первое время в общем взрослому населению здесь придется потрудиться чтобы создать новых туркестанцев а я уже выехал на трассу М32 она кстати прямо с центра города идет исторического в нее попасть очень легко на эту трассу мол на мол университет гостиница и не какие-то малоизвестные а именно крупные сети гостиниц заправка впереди сейчас заправлюсь в дорогу говорят что здесь очень злые камеры Сергей штрафы прилетают мгновенно не хочу проверять но камеры висят я их вижу как они бдят в Дело не в патриотизме, просто наша дыня действительно очень вкусная, она не мягкая, не твердая, очень сочная, прям вы ее кусаете и слышите как она хрустит под вашими зубами. Очень ароматная, душистая, у нее очень хорошая текстура, она не вяжет, очень приятная на вкус, приятно ее сжевать и глотать, какая она хрустящая. Я приехал и видите, клиента сколько появилось, фартовый я. Как я заберу эту дыню? А вон сушеная дыня, видите, там она готовая, в пакетах продается, сушеную дыню я никогда не ел, интересно какая она на вкус. Они здесь живут, видите, наверное у них и палатка, где так под открытым небом, генератор вон есть. Видите, как народ живет или выживает, не знаю. Тут уже как посмотреть на это. Поел я дыни, забрал половину с собой, пока сидели, общались, говорили о Европах, о жизни здесь и там, до и после. Потом начал говорить о женщинах, какие они у нас в городах, о том, что в стране разводы, о своих пятерых детях говорил, о том, что города людей портят, делают их привольными, делают их слишком распущенными. В таком духе был разговор, я вежливо, вежливо сидел, поддержал его. Но первое, что бросилось в глаза, это, конечно, условия, в которых они работают. Я понимаю, так это по всему Казахстану, даже в нашей с вами любимой Алматы, то, как за городом продают арбузы там, стройматериалы. И я подумал, я тут езжу, так сказать, выхожу из зоны комфорта, живу в палатке, я посмотрел, они ночуют, прям питаются, живут, лежа на этом топчане. Выходит, что, то, что я называю, выйти из зоны комфорта, для них, возможно, и есть их зона комфорта, да? Очередное подтверждение тому, что все в этой жизни относительно. Это была такая небольшая минутка, где реки, мысли вслух, так сказать. Тем временем осталось ехать 80 километров, что-то сильный ветер боковой. Сейчас я буду снимать камеру, потому что из-за нее голову назад прям сносит. Всем привет, вообще, ребята, Чимкент, вот брат, мотобрат Кирилл. Всем привет. Тут у нас Паша. Всем привет. С Иланска, да? С Сибири. С Сибири, в общем, приехал. Они с Кентубасом двигаются по Узбекистану, в общем. Короче, все мотопутешественники, по-любому, в этой или в следующей жизни, но они окажутся в Чимкенте, да? Это точно. Короче, офигенно, Кирилл, гостеприимный чувак, поэтому имейте в виду, в Чимкенте есть Кирилл и Ко. Сейчас мы пришли в шашлычку, будем плавать, а вы завидуете. Я в шестидесяти километрах от Тараза. Чувствую прям не просто усталость, а утомленность, изнеможение. Болит все тело, мышцы, колени, шея. Всем привет, кстати. Ночевал я в очень классном хостеле. Сити-хостел Шимкент называется. Это, наверное, самый лучший один хостел, в котором я когда-либо оставался. Без преувеличений. Или один из лучших. Ультра-современный, чистый, температура внутри регулируется, отличная вентиляция, классный сервис, даже завтрак включен. Стабильный, мощный интернет, сантехника тоже вся прям новая, хорошего качества. Душ, ну все, что душа пожелает. Удобное расположение розеток, парковка, расположение самого хостела в центре города. Короче, советую всем. За 4 тысячи, считайте, что вы бесплатно прожили там. И в таких условиях. Сильный ветер дует, поэтому я прикрываю микрофон. Сейчас я еду в Тараз. В Таразе у меня родственники. Там я пообедаю, перекушу. Время сейчас 11.20 где-то. Как раз к обеду. Ну и вечером, дай бог. Я буду в Таразе. Ну, друзья, я недавно проехал в Мерке. Здесь остановился, чтобы доесть дыню, которую я купил вчера в Ченкенте. Заехал в Тараз. В Таразе живут родственники у меня с маминой стороны. Плотно пообедал, бешем, кониной. Хорошо заправился, можно сказать. До Алматы 350 километров. Надеюсь, вы меня слушаете хорошо, потому что ветер. Пришло время подводить итоги, не так ли? Я помню, что во все свои предыдущие поездки я всегда делал сигнальный аккорд, то бишь анализ в последние сотни километров перед домом. Так и в этот раз. Время 4.40. Алишер отпишет, что будет меня ждать в городе где-то. Я ему ориентировочно сказал, что 8 часов буду в Алмате, если все пойдет хорошо. Потому что одна вещь, которую я хорошо закрепил в дороге, так это никогда не будь уверен на 100%. Тогда же на 99% уверенность не должна быть на дороге. В том, что ты доедешь, в том, что с тобой ничего не случится, в том, что у тебя 100% хватит бензин, что тебя не остановит гаишник, что ты не проколешь колесо. Я думаю, это всем известно без того. Ну, в общем-то, как я себя чувствую? Физически я устал. Я мог бы, конечно, соврать, сказать, что еще бы проехался бы месяц. Нет. Это было бы ложью. У меня очень сильно накопилась усталость. Как я уже говорил до этого на остановке. А эмоционально, как я себя чувствую? Психологически, морально? Здесь, конечно, посложнее все. Тут ответить не так-то просто. Если ты можешь послушать свое тело и четко сказать, где у тебя болит, в психологическом плане, с одной стороны, конечно, я чувствую облегчение, что, наконец-то, путешествие подходит к концу. Тут, соответственно, я рад. Я испытываю такую эйфорию. Я нахожусь в шоке, наверное, да, от того, что я сделал 50 дней. Вот еду и только-только начинаю эти вещи осознавать. Но, с другой стороны, эмоционально я привык к дороге. Я привык к такому образу жизни, к такому лайфстайлу. Последние 49 дней приехал куда-то, погулял. Не работаешь, никаких забот. Думаешь только о мотоцикле, о себе любимом. Я завтрашний день, да? И вот, испытываю небольшую, конечно, грусть, что сейчас я вернусь в обыденную, рутинную жизнь. Работа, заботы, дела и так далее. А хочется ли просто махнуть рукой и уехать куда-нибудь? Уехал. Но, теперь я возвращаюсь в своей обычной жизни. Вот что я испытываю. Я еще хотел бы поблагодарить друзей старых, новообретенных, приятелей, знакомых, да просто даже незнакомых людей, которые подходят ко мне, желают удачи, подписываются на мой канал, ставят лайки, которые проявляют интерес к судьбе странника. Конечно, интерес может быть разным. У кого-то он поверхностный, а у кого-то он искренний, неподдельный. Вот я хочу поблагодарить всех. Но, в частности, конечно, своих друзей. С теми знаком лично, кого я лично обнимал, кому я сжал руки. Также всех вас, дорогие мои подписчики, кто подписан на мой канал, кто подписался только недавно. Спасибо за то, что вы оставляете очень мотивационные комментарии, задавая интересные вопросы, деляясь интересными советами, лайфхаками. Вот некоторые мне советуют, как смазывать, например, цепь, установить спотойлер, например, автоматический смазчик цепи. Вот. Также сколько людей мне говорили заедь туда, посмотри, там это есть интересное, то вот всех вас, каждого по отдельности, спасибо вам. Это что касается моих слов благодарности. Так, ну, осталось сто с чем-то километров ремонт дороги ведется. У меня нос смыгает, аллергический ренит задолбал уже неделю. Что хочу сказать насчет мотоцикла. Конечно, вот эти поломки, которые были, они пошатнули веру в марку КТМ. Очень сильно они меня, конечно, огорчили. Случились они, потому что в дороге ладно бы в городе, в Алма-Ате, или вот что-то это под рукой бы как-то починил. А тут вот, грустно. А что делать, не знаю. продавать пока что я не планирую мотоцикл. Буду пока что еще ездить. Надо сделать настройку клапанов уже. Пробег 39500 на 35 по идее настройка клапанов. Что-то вот эта дорога мне не нравится. Больше такого не было. вот теперь по путешествию еще пару ремарок. А я поехал в одного, конечно, вопрос закономерный, не страшно ли в одного. Страшно? Вот эти две поломки показали, что может с тобой случиться, когда ты поломаешься в одного. это действительно может быть страшно. Но, как я уже говорил, каждый этот случай заканчивается хэппи-эндом. Находятся люди, появляется какая-то возможность, открывается новая калитка с вариантами действий. Какое-то решение нарисовывается. и это круто. Поэтому я себя успокаиваю. Не нужно бояться. Вот и все, друзья. Путешествие завершилось именно здесь. Я нахожусь на въезде в город Алматы. К сожалению, я не нашел таблички, потому что здесь стройка ведется. строят дорогу, поэтому не получилось мне сделать культовое фото на фоне таблички с надписью Алматы. Еще раз хочу сказать всем спасибо за то, что вы были со мной, за то, что смотрели, слушали. Прошу прощения. В общем, не знаю. Эмоции меня переполняют. Хочется столько всего сказать. Я думаю, вы побьете меня. Вот мотоцикл в каком виде он приехал. Субтитры 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 Ага, субтитры В общем ребят, всех обнял, спасибо всем, надеюсь мы еще увидимся с вами на дороге. Всем пока!